Вне конкурсные программы Берлинали, главной из которых остаётся панорама, представляют основные тенденции мирового кино, а подчасти идеи, что существуют в диссонансе с имеющимися стереотипами. Поверх барьеров смысл затей Айра Сакса. Лента, которую он снял, называется «Love is Strange». Я безумно горд тем, что наша картина оказалась отобранной для участия в Берлинале. Название рождает реминисценцию со знаменитой композицией группы Дорс «People are Strange». История Читы, которая в какой-то момент обнаруживает, что их благополучию, по крайней мере финансовому, пришёл конец. Хотя есть подушка безопасности в виде небольших сбережений, всё равно рассчитывать приходится лишь на тех, кто рядом. И какими бы странными эти люди не были, именно они и приходят на помощь главным героям. Новая экранизация недавнего романа Ника Хорнби, автора бестселлеров, которые написаны с суховатым английским юмором, имеющим полсотни оттенков чёрного. Нынешняя лента – третья экранизация романа Хорнби. Всё равно это разные жанры искусства. У них не одинаковая природа кино на экране, а книжка остаётся на полке. Я не смешиваю такие вещи. В одной из главных ролей – Пирс Броснан. В фильме четверо героев обнаруживают себя на крыше одного из зданий. Они, каждый в силу разных причин, готовы свести счёты с жизнью. Я не путешествую, и я никогда не путешествую, и я никогда не путешествую на полке. Ты никогда не путешествовала на полке? Готовь, Джесс. Маурин, если ты боишься, я у тебя эти таблицы… Я не боюсь, это просто… Я не хочу быть в письмах, и я не хочу быть на телевидении, и я не хочу быть здесь, сейчас. Я просто хочу вернуться к моему старому жизни, хорошо? Пять лет, чтобы завершить кинопроект – много это или мало? Для Маттеаса Мальзьё – невероятно долгий срок. Правда, учитывая анимационную технику, которую выбрали создатели, им повезло уложиться в срок к нынешней Берлинале. Порой нас охватывало отчаяние, потому что не всегда был бюджет, чтобы закончить сцену или эпизод. В этом смысле нам пришлось тяжко. Но если бы меня спросили, готов ли я пройти этот трудный путь, я бы ответил – да. Лента демонстрируется в рамках программы, названной «Дженерейшн» – история малыша, который был рожден под несчастливой звездой, но который, став взрослым, сумел преодолеть трудности, как и автор фильма, чтобы добиться победы и завоевать право на то, чтобы быть счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok